сегодня наши очмелые ручки сделают вот такую композицию суккулента задумала я из этого красоты сделать какой-нибудь такой суккулентный садик вот мои суккуленты три штуки умирает здесь он выживет вот я примеряюсь мой контейнер мои суккулентики входят конечно не смотрится естественно нам еще понравится понадобится универсальный грунт дари наш водичка начнем нашу посадку не забудьте что для суккулентов не столько важен полив сколько важен грунт это должна быть рыхлая структура с хорошей аэрации дренажа в идеале там галечка должна быть или уголь начать необходимо с дренажа я вот купила самый обычный естественно не крупный после дренажа я насыпаю грунт специально для кактусов и суккулентов и и Займемся нашими растениями. Достаем их из горшочка, стряхиваем старый грунт, можно сажать и в нем, и считаю, что лучше обновить. Вот они у меня уже начали наверх тянуться, это неправильно. Для того, чтобы они не тянулись суккуленты наверх, нужно два правила, больше света, меньше воды. Со светом у меня в квартире проблемы, в принципе, к сожалению, в Москве со светом проблемы. Дальше самое сложное, в принципе, я думаю, может быть, хвозора я это делаю, а я же сделаю. Это компонент. Субтитры сделал DimaTorzok Естественно, красиво, когда они у вас еще маленькие. Когда помимо, например, у меня только эхиверии или эчиверии. Еще красиво, когда участвуют в композиции с эчивериями. Литопсы. Такие это камушки. Суккуленты камня. Тоже очень красиво. Теперь желательно их полить. Не забудьте примять все это ложки. Потому что, если у вас после полива вся эта красота будет уходить вниз, кому не понравится. Пересадкой лучше заниматься ранней весной. Сейчас у нас на дворе лето. Больше похожее на осень. Но я чуть не дождалась. Попробую сейчас. Дальше я буду играться с всякими аксессуарами, подсыпками. И это куча всего. И дальше покажу вам уже результат. Что я не придумала. Так, ну вот что у меня получилось. Не претендую на какой-то прям приз. В разделе композиции суккулентов. Но, в общем и целом, симпатично. Быстро, грязно, как видите. Но очень позитивно. Так вот можно делать. Наверное, самое сложное в этом занятии было искать вот эти декоративные элементы. Небольшой вам от меня лайфхак. Так, всякие вот присыпочки, камушки и всякие домики вы можете найти в зоомагазине в отделе для рыб, аквариумов. Вот. Тоже там много чего интересненького. Расскажу, что я где купила. Так, вот этот горшок шамотный я купила в Ашан-саде. Он без слива. Так, все остальные вот эти, все фигурки, лебеди, деревья, домика. Я заказала на Алиэкспресс. Что это дешево. В том же Ашан-саде. Вам каждая фигурка будет стоить по 200 рублей. Вот эту штучку купила в иголочке. Вот она, пожалуйста, стоит там как раз дорого, 200 рублей. Так, присыпочку покупала. Часть тоже на Алиэкспресс заказывала. А вот эту стеклянную брала в магазине цветочном. Ну, суккуленты уже не найдете. Вот этот мох взяла в лесу. Все, собственно, это и все, что вам нужно. Там земля, грунт, это все тоже цветочном магазинах. Надеюсь, мое видео, как-то сделай своими руками, было вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока!